Церковь под брезентовым навесом. Что демократический Запад думает о гонениях на УПЦ? Верховная Рада Украины на этой неделе приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить на территории страны деятельность Украинской Православной Церкви. В Киеве заявили, что данный закон способствует духовной независимости Украины. Однако в Москве полагают, что таким образом на украинских землях уничтожается православие. При этом в московском патриархате обратили внимание, что беззаконие в отношении УПЦ происходит при молчании мировых лидеров. А ведь действительно, главные проповедники демократии и прав человека Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц до сих пор не нашли, что сказать о притеснении УПЦ. Вместо них ситуацию откомментировали западные СМИ. Правда, большинство публикаций сводится к политической подоплеке. Вопросы религиозной свободы и прав человека почему-то обходятся стороной. Начнем с крупнейшего американского агентства Associated Press, материал которого о запрете религиозных групп, связанных с Москвой, перепечатали более мелкие СМИ в США. Парламент Украины запретил деятельность религиозных групп, связанных с Русской Православной Церковью или любой другой религиозной группой, поддерживающей российское вторжение, пишет агентство. В материале отмечается, что ранее УПЦ заявила о своей лояльности Украине. Однако в Киеве заявляют, что УПЦ по-прежнему канонически связана с Русской Церковью и Московским Патриархом. Associated Press также отмечает, что с начала украинского конфликта служба безопасности Украины возбудила уголовные дела по подозрению в военных преступлениях в отношении более ста священнослужителей УПЦ. Почти 50 из них уже предъявлены обвинения, а 26 получили судебные приговоры. Агентство приводит слова адвоката Роберта Амстердама, представляющего интересы УПЦ. В юриспруденции редко можно встретить законопроект столь пренебрежительный к правовым стандартам, как этот законопроект. «Мы пойдем во все возможные суды. Мы пойдем в организацию объединенных наций», – заявил адвокат. Амстердам назвал принятый закон религиозной чисткой. Само агентство Associated Press вопросами нарушения религиозной свободы в Украине не задается. Зато часть материала уделяет теме пропаганды идеологии русского мира. Так, агентство пишет, что украинцы отвергают идею русского мира, считая эту концепцию идеологической агрессией. И отмечают, что Киев принял христианство в X веке и был политическим и духовным центром региона задолго до возвышения Москвы. Также отмечается, что патриарх московский и всея Руси Кирилл изобразил войну как часть метафизической борьбы с Западом и гейпарадами. Агентство делает вывод, что законопроект Верховной Рады является еще одним проявлением глубоко укоренившейся религиозной и культурной борьбы, стоящей за войной. В том же духе подает материал и агентство Reuters. Украина приняла исторический закон о запрете церкви меньшинства, связанной с Россией, гласит заголовок текста. Чтобы подчеркнуть это меньшинство, Reuters приводит результаты некого опроса общественного мнения, который показал, что около 82% украинцев не доверяют УПЦ. Автор публикации полагает, что православие в Украине разделено на две ветви. Первая ветвь – независимая православная церковь Украины, ПЦУ. Признанная мировой православной иерархией с 2019 года. То есть, видимо, хорошая. А вторая ветвь – украинская православная церковь, которая исторически связана с русской православной церковью. А раз связана с Россией, то в понимании Reuters, видимо, плохая. Украинские лидеры обвинили связанную с Москвой УПЦ в содействии 37-месячной войне России против Украины путем распространения пророссийской пропаганды и предоставления убежища шпионам, говорится в публикации. Владимир Зеленский приветствовал голосование в Раде как шаг к укреплению духовной независимости Украины. Депутат Ирина Геращенко заявила, что это вопрос национальной безопасности. «Сегодня мы вступили на неизбежный путь зачистки изнутри агентурной сети Кремля, которая десятилетиями скрывалась под маской религиозной организации», – приводит рейтер слова украинского депутата Романа Лозинского. Французское издание «Лемонт» делает акцент на том, что закон против УПЦ возник не на пустом месте. Украинские власти шли к этому уже несколько лет. То есть еще до начала СВО. Киев годами пытался ограничить духовные связи с Россией, пишет издание. Принятый радый закон, отмечает Лемонт, говорит о том, что Киев разрывает религиозные, социальные и институциональные связи с организациями, которые, по его мнению, связаны с Москвой. При этом издание обращает внимание, что принятый закон вызвал смятение среди последователей Украинской православной церкви. «В Киеве верующие молились за пределами российской части монастыря – Киево-Печерской лавры, что является нормальным явлением с тех пор, как в прошлом году эта часть была закрыта для публики», – пишет газета. Телеканал «Евроньюз» полагает, что украинский конфликт привел к расколу православной церкви на два лагеря. «Война заставила православных христиан Украины выбирать между двумя лагерями – Украинской православной церковью и православной церковью Украины», – сообщает телеканал. По подаче информации о притеснении УПЦ особняком стоит американский консервативный журнал «Нэшнл Ревью». Он – один из немногих, кто указал, что Киев, пытаясь запредить УПЦ, нарушает свободу вероисповедания. «Правительство Украины не должно решать, какая церковь легитимна, а какая нет, какая может действовать открыто, а какую следует подавлять», – говорится в материале издания. «Нэшнл Ревью» считает действие Киева грубой ошибкой. «Если есть члены УПЦ, которые помогают России, и это доказано, то разбирайтесь с этими людьми в рамках закона. Но запрещать церковь и вытеснять ее из монастырей и других религиозных учреждений, потому что она является частью того же всеобъемлющего международного религиозного учреждения, что и государственная церковь противника – это не действие страны преданной защите свободы», – пишет «Нэшнл Ревью». Издание также отмечает, что запрет УПЦ не навредит России, но разделит украинцев по религиозному признаку и сделает жертвами невинных христиан. Издание Newsweek отметило, что некоторые консервативные деятели в США, включая известного журналиста Такера Карлсона, выступили против преследования христиан в Украине. В июле 2023 года Карлсон взял интервью у бывшего вице-президента США Майка Пенса. Журналист поинтересовался, поднимал ли Пенс во время встречи с Зеленским в Киеве вопрос о преследовании христиан. При этом Карлсон заявил, что украинское правительство совершало набеги на монастыри и фактически запретило главенство в стране Украинской православной церкви. На это Пенс ответил, что Зеленский отвергает обвинение в притеснении УПЦ. В Украине не преследуют людей за их религиозное убеждение. После этого Карлсон подвергся критике со стороны Православного комитета по связям с общественностью, который базируется в США. Так, в комитете заявили, что Карлсон не понимает сложности религиозной реальности в Украине и своими бессмысленными заявлениями лишь разжигает еще больший раскол. Завершить обзор западной прессы хотелось бы материалом, опубликованным в американском журнале The American Conservative. Хотя бы потому, что автор статьи Флавий Михайес побывал в Украине и собственными глазами увидел, с чем сегодня сталкивается православная церковь на украинской земле. Автор начинает с 2019 года, когда была основана ПЦУ. В соответствии с концепцией «Одна нация – одна церковь», продвигаемой бывшим в то время президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко считал, что независимая национальная церковь необходима для безопасности Украины. И хотя УПЦ была независимой в управлении, но сохраняла свою традиционную связь с русской православной церковью. Одним из способов, которым ПЦУ продемонстрировала свой национализм, была замена славянского, но украинский в качестве литургического языка, пишет автор. После начала СВО украинское правительство объявило о ряде мер, которые предусматривали репрессии в отношении УПЦ. Зеленский дал понять, что если вы украинский патриот, то УПЦ не может быть вашим духовным домом, говорится в статье. Киев изображал УПЦ как политическую пятую колонну. И этот нарратив был подхвачен СМИ в Европе и Соединенных Штатах, пишет автор. Чтобы разобраться в ситуации, Михаис посетил приходы УПЦ и ПЦУ по всей Украине, где пообщался с религиозными лидерами, гражданскими активистами, государственными служащими, парламентариями, журналистами, солдатами и простыми украинскими верующими. В десятках приходов, которые я посетил по всей Украине в декабре прошлого года, наблюдалась схожая картина. Священников и прихожан УПЦ насильно изгоняли из их церквей и оставляли без защиты, а их приходы принудительно передавали ПЦУ, пишет автор. Он приводит массу примеров, когда украинские власти лишали верующих храмов, но люди все равно собирались на богослужения. В магазинах, частных домах, обветшалых строениях, напоминающих амбары, или просто в палатках. В селе Корытное, недалеко от Черновцов, местный приход УПЦ был насильно выселен из церкви. С тех пор приход проводил богослужения в частных домах. Утром, когда я посетил его, приход освещал новое место для своей церкви. Снаружи собралась толпа верующих, ожидая прибытия митрополита Милития. В деревне было тихо, за исключением нескольких собак, которые время от времени лаяли. Дороги были немощенными, а скромное одноэтажное здание больше походило на амбар, чем на церковь. Когда началась литургия, и старые, и молодые преклоняли колени на холодном асфальте. Дети обнимали обогреватель. Прихожане не снимали зимних курток и перчаток. Комната была слишком мала для 57 прихода. Две недели назад, как мне рассказали прихожане, в церковь пришли люди с поддельными документами, чтобы завладеть имуществом. Эти люди не были членами УПЦ. Некоторые были из деревни, некоторые нет. Они выгнали прихожан и закрыли церковь. Пишет журналист. Были случаи, когда прихожане пытались отстоять церкви. Они оставались в храмах на ночь, чтобы помешать захвату. В таких случаях в церковь приходили группы людей, которые угрожали верующим, собравшимся внутри. Прихожане вызывали полицию, но стражи правопорядка были на стороне нападавших. И все это происходило еще до начала СВО. 30 мая 2019 года, когда дюжина прихожан молилась снаружи церкви, люди в масках ворвались в помещение и начали избивать людей и ломать предметы внутри церкви. Это длилось в течение 20 минут. Несколько прихожан получили ранения и были доставлены в больницу. Рассказывает Михайс историю, услышанную от православных прихожан в селе Задубровка. Журналист посетил одну из церквей УПЦ, которую отобрали и передали ПЦУ. Внутри было несколько верующих по сравнению с плотно набитым частным домом, где собрались обездоленные, лишенные храма прихожане УПЦ. На крыше церкви развивался большой украинский флаг, описывает увиденный Михайс. Страшными воспоминаниями поделились журналистам жители села Малый Кучуров. Сельчане построили храм собственными силами, но в марте 2023 года его конфисковали и передали ПЦУ. При этом произошел настоящий захват. Люди засняли происходящее на видео. Также есть множество фотографий. Прихожан избивали, в том числе железными трубами. На одной фотографии можно было увидеть мужчину, стоящего в помещении церкви, завернутого в украинский флаг. На другой фотографии была видна оторванная часть пальца в луже крови. Отец Петро, который был настоятелем прихода в течение 14 лет, показал мне видеозаписи события. Он сказал, что группа, которая захватила церковь, не принадлежала к приходу и пришла с местными властями и полицией, заявив «сила на нашей стороне». Завязалась кровавая драка, в которой избивали детей и стариков, а полиция стояла и наблюдала. Затем весь приход был выведен наружу, двери церкви были заперты, а религиозные и личные вещи были изъяты, включая личные вещи священника. Пишет журналист. На защиту судебных инстанций можно не рассчитывать. Когда приходу пытались обратиться в суд из-за конфискации церкви, актов насилия или других злоупотреблений, судебные дела отклонялись, откладывались, игнорировались или закрывались. Или же незаконная перерегистрация прихода признавалась законной, отмечает журналист. Однако власти давят не только на УПЦ священнослужителей, но и на обычных прихожан. На богослужения часто приходят военные, чтобы раздать повестки о призыве в армию. Люди говорят, что таким образом призыв на военную службу теперь носит избирательный характер. Михаис отмечает, что факты нарушения права человека и свободы вероисповедания в Украине фиксируют и эксперты ООН. Они проводят расследования, документируют нарушения, публикуют отчеты. «Читая некоторые из отчетов, полученных в результате их расследований, я увидел, что многие выводы схожи с моими собственными», – пишет журналист. Тем не менее, это никак не влияет на ситуацию. Во время нашего интервью в Ружичне протеери Владимир рассказал, что два года назад к нему приезжали эксперты ООН, которым он рассказал о судьбе своего прихода. Спустя два года он все еще руководит приходом Вознесения Пресвятой Богородицы. «Под брезентом», – пишет журналист. О духовной независимости Украины написали десятки западных СМИ. Но материал Флавия Михаиса пробирает до глубины души. «Такова сила правды. Хотелось бы поблагодарить его за честность и смелость. Такие редкие качества и для западных журналистов, и для западных лидеров». Еще. Если люди, невзирая на нужду и гонения, собираются вместе, чтобы помолиться под брезентовым навесом, значит, есть надежда и есть будущее».